Сибирская зима Сибирская зима Здесь налажено производство варенья, повидлы, пастилы, жема Высокосортные плоды дали стелищиеся деревья, перезимовавшие под снегом Раньше всех созревают ароматные яблоки, белый налив А вот знаменитый русский сорт Антоновка, Мичуринская Антоновка Превосходная по вкусу дольфлер китайка Мичурина Плоды высокого класса Пепеншафранный Этот сорт в течение продолжительного времени сохраняет свежесть и аромат На протяжении почти года Пепеншафранный хранит вкус только что сорванного плода Великая сталинская пятилетка поставила перед садоводами задачу Восстановить и расширить площадь садов Редактор субтитров А.Семкин Могли ли в этих местах мечтать о промышленном саде площадью в 250 гектар? Вот они плоды этого сада, посаженного и взгляделяно сибирскими энтузиастами-инноваторами. Опыт кузнецких металлургов, создавших сад, становится всеобщим достоянием. Он помогает развитию садоводства вокруг крупнейшего промышленного центра Сибири, города Сталинска. Десятки тысяч саженцев получают колхозные и совхозные садоводы. В совхозе Сталинец заложен плодовый сад на 36 гектарах. Такой же сад растет в совхозе Куйбышева. Сад металлургов стал образцом для сибирских садоводов. Зеленые лужайки сада, его живописные уголки, прохладные тенистые аллеи. Можно ли найти лучшее место для отдыха? Продолжение следует... Здесь, в саду, отдыхают лучшие люди Кузнецкого металлургического комбината, советские металлурги, досрочно выполняющие планы новой сталинской пятилетки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодой город одевается в зелень. Прямые широкие улицы украшают зеленые массивы. Прекрасно спланированы новые городские сады, весело журчат фонтаны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шумят листвой деревья, ровесники молодого города. С каждым годом утверждается владычество зелени на огромной территории завода. Заботливые садоводы выращивают здесь благоухающие цветы. Народ-победитель умеет создавать и ценить богатство и красоту жизни. За 15 лет здесь выросли прекрасные сады. Зреют яблоки, сочные сливы, золотистые груши, налитые вишни, названные красой севера. И снова возникает в памяти слова поэта Владимира Маяковского, который оценил и воспел могучую творческую силу трудолюбивых и талантливых советских людей. Я знаю, город будет, я знаю, саду звесть, когда такие люди в стране советской есть. Субтитры создавал DimaTorzok